Здарова народ, с вами Сит и я приветствую вас на канале Games Unlimited. Подписывайтесь, а здесь я продолжаю играть в персону 5. Итак, цели опять такие же. Доказываем существование благородных воров. Ну что ж, друзьяшки, надеюсь вы заметили, что выпуски стали выходить пореже. Все это по одной простой причине. Отпуск у меня закончился, начались трудовые будни, но тем не менее, я сейчас уставший, пришел с работы, но все равно запилю для вас видосик. Так что, надеюсь, вы оцените и поставите лайк. Так, чем же заняться главному герою в Токио в вечер пятницы? В планах у меня было поднять немножко смелости. Поэтому пойдем-ка через станцию, в Шибую. Пожрем. Пожрем, там можно поднять знания и смелости. Как по мне, так неплохая комба. Заходи давай. Ну, официанточка. Да, кофеец, кофеец и учебники. блин вот все равно продолжаю удивляться тому что знания растут очень медленно просто кошмар какой-то и ты смотрел новости так что благородный вор это плохие ребята я полагаю что упоминалось не это я пусть все это пропустил мимо ушей это ведь все просто промыванием мозгов не так ли блин этот скотина кичи он внес смуту но все равно рейтинг благородных воров подрос уже почти 20 процентов эй а ты смотрел по телевизору вчера того детектива студента а ты про то что он говорил в том шоу ну я думаю это ужасает как вообще кто-то может серьезно предполагать что кто-то сверхъестественным образом может красть чужие сердца и тот ребенок просто фальшивка потому что нет никакого варианта чтобы эти благородные воры вообще существовали ну к сожалению мои дорогие детишки думают что они реальны и что еще хуже что тот детектив просто поражает их ой да дети просто слишком впечатлительные из-за того что смотрят столько пошлого контента по телевидению похоже что люди до сих пор не понимают что мы реально не верят этому ну а ты чё думал да расскажи пойди что ты крадешь чужое сердце потом меняешь его сущность ну это же дичь дичью я тоже не поверил я не могу поверить что мы вместе были вчера в телевидении в общем нас вчера показали по телевидению вместе с аки чеку нам это просто как мечта черт возьми да елки-палки что у нем такого-то я не могу поверить что этот школьник детектив он такой же как принц детектив но кто не понял почему это про принца детектива это отсылочка к четвертой части потому что одна из спутниц главного героя как раз таки была детективом тоже сотрудничала с полицией правда не была такой засранкой как это так еще но все равно сотрудничала с полицией и и также показывали по телеку и была у нее кликуха детектив принц почему принц потому что она косила под пацана и сам долго очень сомневался когда проходил первый раз пацана на или баба но оказалось все таки баба с ней даже замутить можно было да он умен и красавчик он слишком идеален у нас были передние места в переднем ряду так что я могла бы практически дотянуться и коснуться а кичи куна я так нервничала господи тыщу давай по загоняй здесь гадости блины протагонист тоже хорош ходит просто греет уши всяким хламом забивать себе голову это же просто дичь какая-то и и он действительно работает в той униформе и не выглядит при этом снобом он так естественно говорит на всех этих публичных выступлениях а а также я слышала что он сирота который вырос в нищете и я думаю это отчасти делает его таким потрясающим ну да и он хочет чтобы его последнее школьное воспоминание было про то как он схватит этих благородных воров и это для него не просто игра а видишь и я слышала что его отец возглавлял какой-то большой финансовый конгломерат и я скажу тебе что мне нравится что он ненавидит средства вам массовой информации это заставляет думать меня что он делает это все не ради славы и люди говорят что он настолько хорош что некоторые полицейские его не дарут недолюбливают а да очевидно что вчерашнее интервью было настолько популярным что сегодня вечером его опять хотят запустить в эфир смысле они опять с ним будут снимать новый выпуск или что или просто повторят старый господи до последнего будет обсасывать это новость чувствую не только не утро сейчас спрашивать будут я посмотрела много шоу в последнее время по телеку часто говорят о этих о благородных похитителях сердец и интересно почему кто-то ворует сердца которая которые потом нельзя при вот продать и превратить в деньги как-то это не доходит это время куда-то тебе вообще дойдет тебя зовут мимису усами усами с усами давай еще поразговариваем и здесь а если бы я была благородным вором я бы не стала бы красть сердца и или произведение искусства я бы крала бы золото ах ты жадная до денег стерва а ценность золота была высока еще начиная с древних времен и его ценность а до сих пор в общем неколебима до спорта стабильный ресурс а теперь вы блэй кунт какого черта вы на меня смотрите потому что у меня в парте код спит и то еще не факт что код его зовут маргана это странно пацана не должны звать маргана вы можете представить себе сколько золото было добыто раскопано человечеством на протяжении всей истории плячу попроще могла спросить это это откуда должен знать ученик старшей школы сколько золота выкопали люди вообще дохрена я полагаю есть вопрос дохрена а три бассейна олимпийского размера как великая пирамида гиза а три озера и вас какие варик вариков всего три блин а я полагаю что скорее всего это будет что-то похожее на пирамиду потому что как-то по внушительно либо бассейн по крайней мере я к этому очень склоняюсь с другой стороне я не знаю сколько озера би вас вообще в длину поэтому это тоже может быть она ну все таки остановлюсь на олимпийских бассейнов ну это тупо потому что этот вариант первых я не знаю ребят если вы знаете правильно если я сейчас облажаюсь напишите в комментариях охрененно мне опять повезло вот видите почему мне знания не качаются еще не не косячил на уроках какого хрена серьезно дайте мне знаний побольше вот это не кажется вам удивительно малым ведь это этот редкий металл и являются его в общем его редкость является тем фактором по которому он настолько ценен удивило а платина еще дороже стоит плана шаблоны фразочки теперь дайте знаний охренеть короче если некой движ не не будет после школы пойду библиотеку серьезно это меня начинает сильно доставать кстати говорят что 16 процентов всего мирового золота находится в японии ну чё блин гордитесь теперь а вы наверное подумали что клан токугава закопал золото это вообще-то не так или нет в общем что-то с электроникой связано сорян ребят тут серьезно не понял другими словами а в общем вот в выброшенных деталях электроники очень много золота другими словами свалка гораздо ценнее чем чужое сердце опять отсылочки к благородным ворам ну да в принципе в электронике дохрена золото в принципе если взять большое количество вы же не можете измерить ценность сокровища деньгами ну да мы вообще-то людям блин помогаем тупая-то курица вот она мне больше не нравится она мне раньше-то симпатии никакой не доставляла но теперь совсем а чувак кто-то вчерашний детектив просто бесит меня мы что какая-то угроза что ли тогда пускай сам все и сделает тогда если бы кто-то мог действительно им помочь мы бы не стали заниматься такими вещами как быть призрачными ворами изначально эй а ты чё по затыльнике тут хочешь раздаешь а вы опять слишком орёте господи если нас только жрет откуда у нее такая фигура черт возьми то пироженки уминает теперь еще что-то вон точит и точит кошмар да кому какое дело все все равно болтают про эти вещи повсюду просто было бы наоборот более подозрительным если бы мы об этом не говорили ну логично конечно эй эй ты подожди что собираешься есть и есть и есть все эти штуки сама эй дай мне чуть-чуть а прости-ка но я только что слопала последнюю охренеть куда в тебе лезет а чё то вы ребятки слишком расслабились как вы могли слышать в этом деле теперь участвует еще и полиция так ты считаешь что это все правда с нами же все будет в порядке если мы продолжим заниматься этим верно ой да ладно мы же не позволим каким-то кубом запугать на чтобы мы перестали быть благородными ворами а ну как насчет того странного парня ну из дворца мадарама разве мы не знаем слишком мало какого да что за черт ну похоже что вы трое слишком уже веселитесь я завидую какого хрена ты нащелкаешь и ты что опять нас преследуешь как я уже сказал раньше мы ничего не знаем а с чего вы решили что я пришла вас допрашивать может быть вы что-то скрываете мальчик ну знаете ли я всегда готова выслушать моих сверстниках если у них неприятности в чекаке им им милинги мы хватит пасти на сука Ты что, действительно так жаждешь благодарственного письма или рекомендации? Ну что же, конечно же жаждешь. Ведь никто не захочет брать на себя твою надоедливую работу. И что это должно значить? Ты ведь президент студ совета, правильно? Ты что, ничего не знала про Камашиду? Конечно же нет, он же был честнейшим и хорошим учителем, ну, до того дня. Ага, сейчас. А, ну да, ты же всегда принимаешь сторону учителя. Именно так и поступает хороший президент студ совета, верно? А, ну что же, а как насчет тебя? Что ты сделала для своего друга? Ты ведь была гораздо ближе к ней, чем я, так что же ты сделала? Да не было никакого варианта помочь самой. Я бы не могла сделать ничего для нее. А, не было необходимости кричать на меня. И если эти благородные люди, призрачные воры, помогают людям, то я определенно за них и без вопросов. Ну, конечно, ты за нас. И я думаю, они понадежнее, чем некоторые люди, которых мы знаем. Просто убедитесь в том, что покажете сегодня на ваших занятиях, ладно? Ой, обидели, обидели, да? А, помните, я раньше спрашивала, будем ли мы в порядке, если продолжать так будем? А, я беру слова обратно. А, это будет стыдоба, если мы закончим это все сейчас. Хелло, да. Это время, когда мы найдем следующий таргет, тоже. Черт возьми, да, мы сейчас просто должны найти следующую цель. Только я смогла. Если бы я только могла. Ты не могла, а мы смогли. А, комменты все приходят, и с угрожающей скоростью они это все делают. Ну, однако, не похоже, что что-то полезное там есть. А, преступная группа с неизвестными целями, которая делает все, что она хочет во имя справедливости. Ха. Я полагаю, что все эти разговоры из-за качи. Потому что телевидение просто безумно на всех влияет. Ну, я думаю, он волен отрицать все наши действия. Но, то, что он негативно влияет на нас, это факт. Да, это все происходит, как только мы заставляем людей хотя бы чуть-чуть в нас поверить. Ну, нам все, что нужно сделать, это убрать следующую большую цель, да? Ну, у тебя есть какая-нибудь идея, кто мог бы быть этой следующей целью вообще? Ну, пока что вообще никаких идей, черт возьми, это действительно раздражающе. Кстати, а что у тебя багаж с собой? А, да я просто решил покинуть школьное общежитие. Они не только грязные, но и шумные очень. И я не думаю, что могу сотворить действительно что-то хорошее в таком месте. И что же ты туда будешь делать? Ты же не вернешься назад в ту лачугу, да? Ну, я планировал остаться в доме Токамаки-сан, ну, я имею в виду в доме Ан. Чего? А, я даже приготовил подарок. Надеюсь, он понравится вашим родителям. Что? Да, это вообще не может никак случиться. Это невозможно. Не будет такого. Невозможно? Ты невозможный. Да это ты невозможный. Но я потратил все, что у меня было на все эти восхитительные японские сладости. Черт возьми знает, чем подкупать. Это здесь не поможет? Серьезно, но... Что нам с ним делать теперь? А, как насчет Рюджи? Ну, его место. Как насчет кафе Манги? А, да спи здесь просто. Рюджи, у тебя место есть? Там же у тебя квартира свободная. Мы там горничную снимали. А, ну, место очень маленькое. Плюс мои предки никогда не согласятся на это. Ну, раз Юзки это важный член нашей команды, я помогу. А, можешь оставаться у нас. Там грязно достаточно, но, по крайней мере, есть где спать. Эй, а разве вы двое живете не в кафе? А, мне как-то это было все-таки интересно, это. И Йонген недалеко, да? А, да, еще кафешка в минуте ходьбы от станции. А, а как насчет того, чтобы мы туда сейчас пошли все? А, мы уж можем еще вечерину устроить в честь изменения сердца Мадарамы. А, да, еще мы можем сделать вечеринку в честь переезда Юзки. Черт возьми, нахрен на меня спросили вообще? Саджиро живаху и просто будет. Хорошо, тогда решено. Прости, что доставляю тебе проблемы. А, кроме того, я предпочитаю спать на футоне. Ребят, как же я? А, в общем, убедить шефа твоя задача охренительно. Да, выкини его еще, давай под поезд, скинем кота под поезд. Какая-то прям, минутка кровожадности, знаете. Саджиро, здрасте. Ах, какой приятный запах. Это место выглядит таким устаревшим, но не могу сказать, что мне это не нравится. Люди называют это ретро. Эй, это кто вообще? Привет. О, и девчонка тоже. Этот парень действительно помогает нам очень много лет. Ну, Сид очень нам помог тут недавно. Я думаю, что ты, кто делает все это помогает. Держу паре, это вы всем помогаете. Нет, реально, он был замечательным. Да нет, он и правда был замечательным. Ах, саджай. Этот Рандель будет в доме. Ну, присаживайтесь тогда. Ты помогаешь, значит. Вау, это вкусно! Ух ты, как вкусно! Ммм, действительно. Есть огромная депута к своей акции. Действительно, и есть такая глубокий вкус у него такой с кислинкой. А, да, я теперь вспомнила. Кажется, я как-то видела Лебланка, когда его упоминали в каком-то журнале. О, это было давным-давно. Серьезно? О, дайте мне попробовать. Ах, это так горько. Это должно быть каким-то жесточайшим и необычным наказанием просто. Да, я тоже, когда пацаном был, кофе не любил. А, так это твои друзья, значит. Ну, так отведи их наверх в свою комнату. Нет нужды здесь торчать. О, я хочу посмотреть. Я бы тебе одно и показал бы. О, черт возьми, сейчас все еще горьче стало. И, по-моему, это горьче мой рот и не покинет. Спасибо вам большое за напиток. О, и, эээ, спасибо за соду. А, а, верх по лестнице, значит. А, да, ребята, и спасибо вам за соду. Так, значит, ты... Ан, Антокамаки. Анчан, а? Это очень хорошая имя. Анчан, значит, да, ну, отличное имя. У тебя есть парень? Нет, никогда не было. А, нет, и не было-то никогда. Че, серьезно? Эй, вы должны сюда подняться. Эй, вы должны сюда подняться. Это место просто ненормальное, а какое-то безумное. Ну, иди. Он что, подкатывает Канн старых извращений? Смотри, у него даже бородка такая козлиная, знаете? А, да, спасибо за кофе. Да, давайте оставим кота внизу. Милая девочка. А, что думаешь про эту комнату? Я даже не знаю, с чего начать-то вообще. Это довольно обычный для меня. А, как по мне, так обычно все. Конечно, ты же в лачуге жил. Че, серьезно? Видишь, это не безумно, по-твоему? Она чище, чем я предполагала. Что? Ну, садитесь, где хотите. Мы все в том, что новости. Ну что же, у нас полно новостей. Даже те, кто в нас верил, теперь находятся под влиянием тех заявлений, которые были сделаны по телеку. Это все в вина этого болвана Акечи. Потише, мы же не хотим, чтобы нас кто-то услышал. На этом уровне, мы просто будем беспокоиться всем, вместо того, чтобы давать им мужество. Мы должны найти способ, чтобы общество признало нашу законность. Так что давайте обдумаем наш следующий шаг. А вы ведь планировали обсудить это сегодня, верно? Сначала нам нужно найти кандидата. Ну, не похоже, что мы вот так вот просто так наткнемся на какую-то важную цель. Вы ведь ребят не никого не знаете, да? Я точно не знаю. И я. Что думаешь, лидер? А что насчет сайта Мишимы? Что насчет новостей? Утро вечера мудренее. Ландович про новости. Ну, наверное, есть много известных царгетов на ТВ. Но, в любом случае, подозреваемые из новостей уже преследуются полицией. И даже если мы заставим их раскаяться в их преступлениях, то полиция припишет это тупо себе. А это нам не нужно. Да, ведь нашу правоту-то кокетчью никак не доказать. Что за... Простите, я со вчера ничего не ел. И ты потратил все свои деньги на вот эту коробку с конфетами? Чувак, сколько ты купил? Ну что ж, тогда давайте будем сидеть тихо, пока не найдем другую цель, и... Как насчет вечериной по поводу переезда? Смотрю, кто-то взвинтился. Хе-хе, я думаю, что я нашла что-то. А это не портабельный стиль? Мне кажется, я кое-что нашла. А разве это не раскладная печка? Печка. Мы разве не можем сделать на ней... А-а-а... Горячую горшочку. А-а-а... Ух ты, да-да, это замечательно. Я слышал, что если люди едят вместе из одного горшка, то они сближаются после этого. Ну, все связано с мясом, по мне норм. Я только спрашиваю, что мы закончим с мясом. Этого горшка, конечно же. Ну, что скажешь? Как по мне, так нормально. Горячий горшок в это время года? Эээ... Хорошо, сделаем это с удоном. Что? 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 Что, мой бед? Ты не уйдешь денег. Ой, да ладно тебе, у тебя же денег нет. А-а-а, ладно, пойдемте ингредиенты купим. Ну, нам понадобятся орехи гинка... И так же... Вон там. Да ладно вам, покупками займемся мы, а вы пока не могли бы этот горшок взять с лестницы, пока нас нет. А-а-а, потом поделим счет. Похоже, эта вечерина должна пройти весьма миленько. Мы должны поймать эту беду и установить портативную беду, тоже. Блин. А-а, сначала с шефом надо переговорить. Лады. Мужик. Я слышал, вы про горшок разговаривали тут. Да, я хотел его поискать. А хотите присоединиться к нам? А-а-а, вот ты что, не видишь, я тут занят, так что идите повеселитесь. А-а-а, значит, ее зовут Ан, да? Она хорошая девушка. Да, хорошая. А-а-а, несмотря на то, как она выглядит... Это с чего ты это говоришь? Ой, да я просто пообщался с ней чуток. Она сказала, что твоему другу некуда деваться и спросила, не могу ли я его ненадолго приютить. Смотрите, уже здесь подсуетилась красава. Ну, я подумал, что это было бы слишком жалко, если бы... Ну, в общем, место есть. Было бы жалко, да, если бы ты меня об этом спросил, потому что ты как бы уже вроде как здесь меня нагружаешь. Ну, в общем-то, у меня небольшой горшок где-то здесь был. И где? Не, ассажира, серьезно, где горшок? Мужик. Хм, куда ж я положил этот горшок-то? Попробуй поискать его вокруг. Черт, возьмись от жира. Ну, будь на кухне, пожалуйста. Давай, мужик, найди его. О, ты нашел. Уже скоро другие вернутся из магазина, так что я, пожалуй, вас оставлю. Я еще немного здесь побуду и уйду, так что вы, ребята, согнем поаккуратнее, лады? Да, поаккуратнее. Не найдешь ты скоро свои лебланки, похоже. Ой, смотрите, собрались оба. А, повтор показывают, как и обещали. Ну, сейчас наша горячайшая часть встречаем и привенствуем. В общем, повтор прошлого шоу. После успеха прошлого шоу мы решили сделать это сегодня опять. Это детектив старшей школы Горо Акечи. Нужно вкусить. А, немного мягковатый вкус. Но это облегчение. Многое произошло, но похоже, что ваши оценки остались так же на высоте. Ну да, со школой все хорошо. А, ну я больше беспокоюсь о тебе, сестрица. Ты устала? Наверное, тебе натрия не хватает. А что, похоже? Но, гипотетически говоря, если эти благородные воры существуют, я думаю, что они должны предстать перед законом. Вот это позиция. Они что совершают преступления? Многие люди даже говорят, что воры действительно помогают, что воры помогают этим злодеям отринуть свои злые пути. Господи, опять тот же самый выпуск. Я тоже переводил. Хорош. То, что сделал этот художник Мадараме, действительно было непростительным преступлением. Но они взяли закон, судя его в свои руки, это далеко от правосудия. Что более важно, вы не должны силой менять чье-то сердце. Это преступление манипулировать сердцем кого-то? В зависимости от способов, да. Он абсолютно прав. Даже если это заставляет признать их злые деяния и помогает им признаться? Почему такой интерес? Это ничего. Да не, ничего. А ты думаешь, что эти союзники справедливости существуют? Конечно нет. Ты не должен думать о таких неудачных вещах. Ты понимаешь, что я хочу сказать, да? Хорошо учись и поступи в престижный колледж. Продвижение в этом мире достаточно тяжело проходит если ты женщина. И тебе нужен авторитет. Без него ничего не получится. И используй все варианты, которые только можешь. Все, что тебе сейчас нужно, это сконцентрироваться на твоем будущем и на том, что для него нужно сделать прямо сейчас. Прости меня. Теперь? Да. Угу, все хорошо. О, это дело. Что должно быть сделано? Правосудие. Правосудие. Если бы те призрачные воры помогают людям, то я полностью за них. Что я хочу сделать? Ты хочешь вставлять мне палки в колеса и поэтому ты мне не нравишься. Охренеть, уже все всадили. Ооо, я больше не смогу кусочка съесть. О, это так вкусно, Леди Ан. Я уверен, что вы станете замечательной женой. Извините. Извините. Я буду сомневаться. А, прости-ка, я что-то придремнула. Что такое, Юске? Мы не закончили нашу готов. Что с порошкой? Или даже удон? Эй, ну мы же не доели. А что насчет нашей каши или удона? Ой, да на следующий раз оставь, мужик. Она уже уснула? И если бы она не устала, то мы должны оставить ее. Ну, было бы странным, если бы она не устала. Пускай поспит. По-моему, Рьюджи, как ты знаешь Анну? А, ну, кстати, Рьюджи, откуда ты Анна знаешь вообще? А? А, да мы вместе в среднюю школу ходили. И как выглядела тогда Леди Анна? Да, примерно как сейчас. Ну, когда мы перешли в старшую школу, мы попали в разные классы и как-то общение прекратилось. Я не думаю, что у нее много друзей. Я имею в виду, она везде росла, а плюс у нас есть виды. А популярные девушки, а девушки, а девушки, а девушки, а девушки, а девушки. Ну, она как бы сама по себе росла, плюс ее внешний вид, популярные ребята ее ненавидят, а тихие держатся подальше. Я вижу. Понятно. Так, а что насчет вас двоих? Нас? Нас? Ну, это же хорошая возможность узнать друг друга получше. А, вы же знаете все детали моего прошлого, так что было бы честным, если бы вы рассказали мне про свое. Ну, так, значит, тебе-то терять нечего, да? Хорошо, я вам расскажу тебе. Это вполне себе обычная история про проблемного ребенка. Мой отец ушел от нас, когда я был еще маленьким, и с тех пор были только я и мама. Я действительно старался получить стипендию как бегуну, чтобы облегчить ей жизнь. Ну, и в общем-то я действительно облажался, и похоже, что я действительно плохой сын, да? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Возьми, когда я был первый год, моя мама была приглашена в школу, чтобы я поднял мою руку в Камошиде. А, это был мой первый год обучения, когда мою маму вызвали в школу, чтобы я помог Камошиде. Все учители наезжали на нее за то, что я сделал, но она просто стояла и молчала. А, это, видимо, не помог, а поднял руку на Камошиде вот так правильно. А, я до сих пор не могу забыть ее лицо тогда. И по дороге домой она извинилась передо мной за то, что стала матерью-одиночкой. Так вот что случилось. Ну, они говорят нам, что в школе вы все вроде как равны, но ведь это такое грубое упрощение просто. Я понимаю твои чувства. Ну что, если уж дело доходит до клише, ярлыков, то все хуже всех все у Сида. Это из-за его прошлого? Ну, если подумать, то мы детали-то не знаем. Че, опять? Серьезно, вы прогоните мне опять же ту же самую историю? Черт, это пацан, я на тебя в суд подам. Это ты это начал. Тогда я расскажу все о деньгах. Что на это скажешь? Ну, тогда все, что я скажу, это то, что ты делала все сама, и это будет конец. Но я же не... Да ты кто думаешь, я такой? Нет! Эй! Ну, давайте, заявите об этом полиции. Этот пацан внезапно напал на меня, поняла? Если ты даже попробуешь сказать что-то другое, ты знаешь, что-то другое, да? А? Но... Это все дерьмо собачье. А, ты сама... Ты сам до этого довел. А ну заткнись. Тебе тут вообще уже конец. Сейчас ты научишься, что бывает, когда мне поперек дороги кто-то встает. Измените нас, но мы получили жалобу на то, что здесь кто-то ругается. Что-то такое происходит у вас здесь? О, это вы, сэр. О, это вы, сэр. Итак, что же случилось? Объясни-ка этому доброму офицеру. Этот молодой человек вновь напал на него и повалил на землю. И этот мужчина поранился. Так меня вложили. Да, все так, как она сказала. И еще раз хочу убедиться в том, что вы разберетесь с этим. От моего имени, ведь понимаете, что это значит, да? Да, сэр. Эй, закуй его. Понял. Охрененно, блин. Да просто слушай это, я бешусь. Черт возьми. И вот тебя взяли вот и сделали твою судимость только вот из-за этого? Ну, похоже, что женщина тоже как-то странно, ужасно все сделала. Ведь она молчала все это время. А, похоже, что сердце этого чувака мы стопудово должны украсть. Кто он и как нам найти его? Я не знаю. Я не помню. А было очень темно. Я не знаю. Ты не помнишь, да? И я уверена, что ты был в шоке, после тебя арестовала. Я понимаю, как это больно не может не мочь вспомнить какие-то важные детали твоей жизни. Эта информация жертвы всегда хранится в секрете. Идентифицируя этого чувака будет трудно. К тому же суд-то уже все вынес, да? Даже если мы сможем добиться мести, то запись Сида никуда не денется. Блин, это просто невыносимо. Этому миру просто кранты уже. Слабые сражаются за себя как могут, а прогнившие взрослые делают все, что хотят, и им это сходит с рук. Да, и наша сила сейчас бесполезна в данной ситуации. А может, мы все-таки что, ничего не можем сделать? Мы просто должны показать миру, что настоящая справедливость. Мы просто должны показать миру, что такое настоящая справедливость. Мы должны их убедить. Ты прав, Йоске. Это должно быть, что наши силы нужны. Да, Йоске, ты прав. Ведь именно для этого наши силы и нужны. Звучит мне. Чем ярче наши миссии, тем круче мы будем выглядеть. Ты так многому меня научил. А что это вы такие все взбудораженные? Прости, мы тебя разбудили, да? Не, не особо. Я уже проснулась какое-то время. Но все равно, это странное чувство пришло меня, когда я слушала вас. А, ну, и... Меня все-таки посетило несколько странное чувство, когда я слушал вас, ребят. И такое чувство, как будто я уже всю жизнь вас знаю. Вы думаете, это все потому, что у нас схожее прошлое? Ну, это точно не потому, что ничего хорошего. А, ну, похоже, что да. А, похоже, да. Я, похоже, один, у кого все несколько не так. У меня вообще никого прошлого нет, никаких воспоминаний. Что ты имеешь в виду? Мы могли search the whole world, и мы не найдем большого миссия, чем ты. Ай, да что ты такое говоришь? Мы бы по всему миру могли все искать, если бы не нашли больше несоответствия с тем, кем ты являешься. И ведь причина, по которой мы в мементосе гадимся, это чтобы твои воспоминания вернуть, верно? Я уверен, что твое прошлое было таким же проблемным, как наше. Да без сомнений. Ну что ж, посмотрим. Ну, кстати, у меня такое впечатление, как будто я и Моргану достаточно давно знаю. Это так странно, я это не могу передать словами. Эй, ребятки, вы же понимаете, что я помогаю вам не просто ради себя. Если вы не станете сильнее, то исследование мементос не станет ничего, но мечта. И если вы не станете сильнее, то дальше в момента сей ловить-то нечего. А, и до этого вообще какой-то быстрый переворот в тебе. Сначала ты такой депрессивный, весь а потом раз и крутого из себя строишь. Ну да, шутки в сторону, давайте воспримем это серьезно. Мы должны зайти так далеко, как только сможем. Я хочу наказать всех этих прогнивших взрослых и дать смелости людям, которым оно нужно. И только мы можем это сделать. Ха, ты можешь сказать это снова. Ага, да, повтори-ка это еще раз. Быть честным честным фантомом, это обязательно помогло мне повернуть. Бои как художник и как человек. Аааа... Будучи благородным вором, это все реально помогло мне вырасти как художнику, так и человеку. Конечно. Ты под моим тюрелемом, после всего. Ничего не можем сделать. Ну конечно же, ты же вроде как у меня учился-то, так что нет ничего, с чем мы бы не справились. Ну, давайте продолжать в том же духе и думаю все будет хорошо, пока ты наш лидер. Оставьте это мне. Хорошо. Leave it to me. О, господи, уже так поздно. Ну, я думаю, пора нам на ночь расходиться. А, да, это напомнил мне. Хозяин заведения сказал, что ты можешь остаться, Йоске. Это очень мило с его стороны. О, так ты убедила его, да? Ах ты, миссо-очаровашка. А что это за кличка вообще? Хмм, я не смогу спать, если я возьму ванну. А что ж, я не усну, пока не приму ванную. А ну тут банька через дорогу, так что можешь сходить туда. А ну, я с тобой не пойду. А, это круто, я пойду, а ты, Ан? А, да вы идите, а я пойду. Ну, спокойной ночи, Моргана. Черт возьми, мне надо поскорее стать человеком. Я не хочу, чтобы ее кто-то другой занял. Ох, большие ванны это что-то. Она многое пропустила. Ага, вот это она бы голенькая своими в одной ванне бы плескалась. Ой, что-то горячевато. А, ну, старики вообще-то любят погорячее когда. Почему, не знаю. Но я думаю, они сейчас выключат уже скоро гальчеводов. Знаешь ли, я тут подумал. Что вы думаете про Анну, как девушки? А от нее захватывает дух, я не уверен. Она же товарищ по команде. Дух захватывает, конечно же. А ты первый сказал. Ну, что ж, в ее случае она выглядит... Полную, ну, ее внешность отображает полностью ее внутренний мир. В общем, хороша снаружи, хороша внутри. Конфетка просто. Не забудь Анну об этом сказать. Ой, только не говори, серьезно. Это не так. Мы должны быстрее узнать наш следующий таргет. О, да ладно, в сторону всю эту фигню нам нужно поторопиться и найти следующую цель. Кстати, говоря об этом, разве просто известная цель будет нам достаточно или нет? Потому что реакция людей в эти дни просто дважды заставила меня подумать о том, что мы делаем вообще. Правда. Впринципе, ты прав, потому что то, что мы преследуем в краткосрочной перспективе может стать просто нам бесплодным для нас. У нас должна быть стратегия, чтобы публично как-то прославиться. А, и что у тебя на уме? Блин, а я что, похож на того, кто как-то может с этим помочь, что ли? Ой, какой идиот, что-то спросил. Ну, я больше как по боям, скорее даже. Ну, а Моргана вроде как специалист по тому миру. А, да чёрт, чёрт возьми, горячо. Да сколько тебе будет больше ты накручиваешь, чтобы тебе этого хватило, ставь ты пердун. Чёрт возьми, я не могу там больше находиться. Ну, в общем, давайте на следующей неделе увидимся, я со всеми вами свяжусь. Фух, ну что ж, ребятки, пора мне ложиться спать. Завтра ещё один рабочий день. Выпуск будет выложен завтра утром. Надеюсь, он вам понравится. Так что всё-таки жду от вас лайков, комментариев и подписки на канал. На выходные постараюсь поработать побольше, чтобы видосов тоже было дофига. Ну, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Сид, друзья. До новых встреч.